Новости за 9 сентября, ну в большой политике нифига нового. В сибирском движении вот такие вот делаем схемки, это у нас такой антигон есть, один из участников движения. Это сравнение пяти славянских языков, одни и те же слова переведены, да, то есть украинский, белорусский, болгарский, русский, сибирский. Но вот обычно в таких сравнениях что получается, что украинский с белорусским, конечно, похожие. Потом болгарский с русским, русский больше всего похож на болгарский по лексике. А сибирский как-то вообще, короче, на особицу. Вот сибирский это примерно как там половина Российской империи на самом деле говорила, да, северное именно наречие, да. И оно вообще, короче, отдельное, оно ни на болгарский не походит, ни на украинский, оно само по себе. Ну и можно таких, ну по 50 слов таких сделать табличку, и там будет вот это все вообще очевидно, что сибирский вообще не походит на эти четыре языка, по большей части. Ну и у нас все подтверждено словарями вот эти все слова. Все это мы можем основать словарями сибирских диалектов северных. Также певица Лара спела песню «Прекрасная и далеко» на сибирском языке в моем переводе. Ну, я и просил ее помедленнее петь. Она такая молодая, она же у нас спела Латаликов, поэтому вот решили ее, так сказать, продвинуть еще «Прекрасная и далеко» и поместить на мой канал как наиболее посещаемый. Но она Латаликов-то хорошо пела, мне кажется, «Прекрасная и далеко» она слишком напориста, поет там же песня-то медленная. С припевом она справляется, я просил ее помедленнее петь, но, видимо, не может медленнее. Вот, ну в общем, там зацените, как поет. Клип я сделал с картинками про Сибирь оптимистическими. В общем, вот у нас, у нас «Прекрасная и далеко» на латыни есть, на французском, на разных языках на ютубе, вот теперь на сибирском языке тоже будет. Там есть ссылка на ее канал этой певицы, молодежный, ну, в этом клипе про сибирский, в этом клипе «Прекрасная и далеко». Прослушал курс Udemy, «Как учить английский с помощью чат-гпт». Ну, советы, в общем, элементарные. На Udemy такое впечатление, что воздух продают. Какие-нибудь идиотские советы, из них лобают курс и продают по 50 долларов. Ну, естественно, я бесплатно его скачал с торрентов, да. Но это, я, в общем, переделал их советы и примерно сделал, «Как учить китайский с помощью чат-гпт», ну, или аналогичных нейросетей. Ну, вот что они, допустим, рекомендуют. Можно подобрать синонимы. Вот я, допустим, поработал, да. Вот синонимы к слову «красивый». Он может подобрать, вот. Потом с каждым из этих синонимов можно предложить ему написать какую-то фразу, чтобы в контексте, да. Ну, и так лучше запоминается. Вот он мне с одним из синонимов, с последним он сделал фразу. Ну, и так можно каждый синоним проработать, и в процессе вот этих повторов в контексте как раз слова и запоминаются. Это вот первый способ, это расширять словарный запас с помощью чат-гпт. Второй способ, вот, например, работа с топиками. Вот как я сформулировал, написать, допустим, пять слов по определенной теме, допустим, по теме физика, и дать примеры употребления. Вот это он может. Вот он дает пять слов элементарных таких, да, названия физических специальностей, дает с ними примеры. Можно перевести пример, там, посмотреть где-то в примере это слово, да, и вот в контексте, в принципе, подработать. Можно усложнить задание, написать ему, чтобы он примеры не переводил, я думаю, что он справится. Также, допустим, можно выучить иероглиф. Вот так я предлагаю иероглиф учить. Пишем, объясни значение этого слова, как правило, иероглиф это отдельное слово, и дай употребление, дай примеры употребления. Вот он пишет сначала сам иероглиф, объясняет значение, да. И потом, когда он дает примеры употребления, он иероглиф дает с конкретными словами, сразу учим несколько слов, в которые иероглиф входит, и сразу тоже в контексте все переводим. И вот так. Ну вот, все, что с этого курса я освоил, вот эти примерные методики можно использовать, это для расширения лексического богатства языка, да, для изучения лексики. Ну, понятно, что можно с ним болтать на разных языках и улучшать болтаемость, то есть тренировать навыки общения. В принципе, на всех самых крупных языках, в том числе на китайском, болтает он довольно бегло и, в общем-то, правильно, как правило. Но не всегда. По-русски он иногда подержи и путает, честно говоря. Ну вот, можно с ним конверсейшн какую-нибудь организовать. Английский, понятно, что он знает хорошо, английский ему родной, другие языки иногда ошибаются. По-моему, в испанском он тоже хорош, я ошибок не видел. В русский иногда он в подержи не впадает, но, в общем-то, так понятно говорит. Редко он, кстати, в подержи не впадает, как правило, все нормально. Почитал книжку про Базон Хиггса, в общем-то, все уже было известно. Единственное, что тут схемка прикольная, как все вот эти частицы элементарные разместили в одной схеме, умеют все-таки, да, то есть вот эту вот схемку, если освоить, то сразу поймешь, чем отличаются и что тут к чему. Грамотно все-таки построено обучение у американцев, а у нас вот это вот все учат, наверное, полсеместр каждую частицу, только потом это все укладывается в схему. Лучше, конечно, сразу схему. Но у нас тоже такая методика была, опорные конспекты, кажется, называлось 70-х. Ну вот опорный конспект по элементарным частицам. Из фильмов посмотрел сериал «Российский открытый брак». Ну, из Александровой выжимают последний секс. Александрова вообще была такая неземная красавица, теперь ее, похоже, по рукам пустили, она весь фильм трахается там со всеми попала и регулярно показывает голую задницу. И, в общем, там эротика такая на максимуме. Эротический сериал в основном про женщин за 40. Ну, разбавили молодыми в виде дочки Александровой. Кроме эротики ничего особенного нет, социального, никакого прочего смысла. Вот все время показывают Александрову с разными мужиками, либо в истерике, и по возможности полуголую. А вот «Софья Перовская», фильм 67-го года, наоборот, полностью социальный. Поскольку недавно тут были народовольцы, решил кино про них тоже посмотреть. Есть только одно вот это советское кино 67-го года «Софья Перовская». Хотя было несколько романов, но, по-моему, они экранизировали. Ну, вот у нас Соня командует парадом, то есть убивает царя. Показана вся ее биография. Ну, много правильных речей говорит по ходу фильма, до сих пор актуальных. В России ничего так и не изменилось. Там процесс есть над народниками. Желябов хорошую там речь сказал к Ельцину и Путину, очень подходящую. Казнь. Это у нас инженер Кибальчич. И это Перовская, они перед казнью. Качество плохое, но уж какое есть, опять же. Вообще, они на самом деле же украинские националисты. И Кибальчич, и Перовская, это украинцы. Энгельс жаловался, что в России все революционеры-славянофилы. Ну, и национальный компонент у народников присутствовал в идеологии. То есть они, в общем-то, левые украинские националисты, если так уж их анализировать. Ну, естественно, с большим участием анархизма в их идеологии, бланкизма и так далее. То есть не те украинские националисты, не те, что Бандера. Но это тоже украинские националисты, и к тому же и царя убили русского. Так что, думаю, что они значимы и в плане истории Украины, а не только в плане истории России. Ну, вот вкратце такие вот новости получились. Больших каких-то книжек не читал. Читал книжки американские по физике. Ну, кстати, если кто-то хочет посоветовать какую-нибудь книжку почитать, то может посоветовать. У меня там пачка по физике лежит, собираюсь читать. Потом что-то там «Выживание на войне» почитаю, если там какие-то интересные советы, тоже сюда эти новости залью. Ну, а так вообще все как-то бесперемен. Вот везде войны, что-то... А мы прям почти на фронте, и очень все стабильно, все спокойно. Цены медленно растут, ничего особенного не происходит. Работу начал, как обычно, типичный сентябрь. Все, в общем-то, как всегда на самом деле. Я вообще удивлен, что посреди таких мировых событий, и практически за 150 километров от фронта, ну, у меня совершенно тихая жизнь вообще. Такая пополусонная, забитая, как обычно, книгами, заказами, молотовней в интернетах и всем таким прочим.